Работа с обращениями граждан по-прежнему остается одним из важнейших направлений деятельности муниципалитета. Глава обозначил основные проблемы, присущие летнему периоду. В центре нашего внимания сегодня детские площадки и текущее благоустройство. Вопрос по-прежнему остается в числе самых популярных. И поскольку у нас сезон благоустроительных работ уже начался, исправление всех замечаний, претензий, мы должны по максимуму включить в этот плановый сезон ремонтных работ. Также попросил уделить особое внимание вопросу незаконных канализационных люков. Еще раз хочу напомнить, что это личная персональная ответственность всех руководителей территории. Помимо дворов чаще всего обращения граждан касались ремонта дорог, водоснабжения и экологии. Значительно реже люди стали жаловаться на проблемы с вывозом мусора. Сейчас в работе находятся 4483 обращения, повторных обращений 401. Получается у нас справляться с просрочками, обращения закрываем в срок. Андрей Иванов дал поручение активнее разъяснять людям суть тех или иных ситуаций. Например, таких, как навал строительного мусора у подъезда дома номер 97 по Можайскому шоссе. Ситуация, к сожалению, типичная. Мы в таких случаях должны четко показывать, где нарушение закона. В данном случае это житель этого подъезда нанял какую-то строительную бригаду, которая ранним утром вытащила все свои мешки. Они не заказали контейнер, не договорились с эгональным оператором, чтобы вывезти весь строительный мусор. Просто утром 5 человек вытащили эти мешки из отремонтированной квартиры, в которой идет ремонт, после снесенных перегородок, и бросили все это у подъезда. Нам нужно четко прописывать фамилию владельца этого объекта. В ходе совещания прошло обсуждение подготовки мест отдыха к летнему сезону. На территории округа работает 4 сертифицированных пляжа. Полностью готовы к приему отдыхающих Одинцовский парк имени Ларицын-Лазутиной и парковые зоны в Звенигороде Голицына и Захарова. Особое внимание – спортивные составляющие лета. В течение летнего периода будут работать спортивные площадки. Обращаю внимание, что для детей и старшего поколения, нашей группы здоровья, все занятия будут проводиться бесплатно. Также на совещании обсудили подготовку к Пушкинскому карнавалу, посвященному 220-летию великого поэта, и пути улучшения коммуникации местной власти и жителей Одинцовского городского округа.